МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сердце отдают детям 5 октября, Всемирный день учителя. Найден жив. Поисково-спасательная группа Рысь Саров отметила свой второй день рождения. Стальной характер саровчане приняли участие в экстремальном забеге в Нижнем Новгороде. Далее расскажем обо всем подробно. 5 октября в России отмечают День учителя, что главное в профессии педагога и как сделать преподавание самого сложного предмета интересным и увлекательным. Своим опытом с нашим корреспондентом Екатериной Опеновой поделились учителя 10-й школы. Мария Родина хотела стать учителем с детства. Уже 13 лет она в этой профессии и ни одного дня не жалела об этом выборе. Дети дарят ей заряд бодрости и энергии, ее жизнь в постоянном движении и саморазвитии. В эту профессию не приходят случайные люди, уверена Мария. Рабочий день педагога не заканчивается с окончанием уроков. Много времени занимает подготовка к следующему учебному дню. К тому же для своих учеников учитель становится второй мамой. Дети приходят со своими переживаниями и радостями. И каждому нужно уделить внимание. Педагог должен обладать в первую очередь взаимопонимание. Он должен чувствовать ребенка, находить индивидуальный подход. Потому что все дети разные, с разными характерами, с разными подходами какими-то, с разным мировоззрением, с разными интересами. И педагог должен это чувствовать. Настоящей классной мамой для своих учеников стала Светлана Рожкова. За ее плечами 8 лет педагогической деятельности. Сначала девушка работала в школе Нижнего Новгорода. В Саров попала по программе улучшения жилищных условий. В работе учителя Светлане в первую очередь нравится именно общение с детьми. Душа лежит вот именно к маленьким ребятишкам. Когда у них еще они так не особо умеют и знают понимать. А вот знаете, там даже учить, читать, писать. Вот эти вот первые азы, они как-то вот захватывают. Им трудно, им тяжело. Особенно первоклассникам и так далее. В 10-й школе по давней традиции в день учителей большинство уроков проводят старшеклассники. Так они на собственном опыте узнают, какая это тяжелая ответственная работа. Накануне они, как настоящие педагоги, разрабатывали план, писали конспекты занятий. А в день учителя провели сразу несколько уроков у разных классов. И у малышей, и у среднего звена. Я прислушивалась, конечно же, безусловно, к учителю. Потому что все-таки это опытный человек, который знает, как работать. Знает, какой подход к детям нужно правильный подобрать. Я прислушивалась, безусловно, но свои моменты тоже вносила. Допустим, оценки я выставляю по жетончикам. Ребятам раздаю жетончики. Кто набирает большее количество жетончиков, тот получает хорошие оценки. Мне понравилось даже работать с детьми. Все-таки я думаю, что... Ну, пока еще, конечно, думаю связать свою профессию с ролью учителя. Потому что мне это очень нравится. Я учитель у шестых классов. Класс отличный. Дети отлично знают тему. Сейчас мы готовимся с ними к контрольной работе. Урок проходит замечательно. День учителя всегда наполнен цветами и улыбками. Но самый главный подарок для педагога – благодарность и доверие учеников. И старшеклассники, и малыши в этот день адресовали своим учителям слова признательности и теплые пожелания. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хорошая школа. Очень хорошо учиться. Ты сюда приходишь, ты вот не как в обычную школу. Ты думаешь, все, сейчас опять уроки. А ты здесь приходишь, у тебя радость на лице. Ты думаешь, ура, сейчас будешь учиться, потому что здесь очень хорошо. Тебе здесь комфортно. Здесь тебя никто не обижает, ничего. Здесь очень хорошо. Здесь хорошо кормят. Тут хорошие учителя. Нам попалась очень хорошая учителька Николаевна. Она очень хорошо обучается и очень хорошо подает материал. А учителя какие? Хорошие. А чем хорошие? Тем, что они хорошо преподают предметы. И мне нравятся учители математики. Особенным подарком для учителей 10-й школы стал концерт, который дети сами подготовили для любимых педагогов. Со следующего года изменится порядок приема на программы бакалавриата и специалитета, сообщает Минобранауки. Согласно новым правилам, абитуриент может выбрать максимум 5 специальностей в одном вузе. Ранее было 10. Максимальное количество вузов для подачи документов не изменилось. По-прежнему 5. В каждом вузе абитуриент теперь может подать два заявления. Одно на бюджетные места и второе на платные по одинаковым пяти специальностям. Таким образом, по каждой специальности поступающий сможет участвовать в конкурсе и на бюджет, и на коммерцию, если на конкретное направление подготовки в вузе предусмотрены обе формы финансирования. Для приема по результатам ЕГЭ на бюджетные места по всем формам обучения установлены единые сроки для всех вузов. Прием документов завершается 20-25 июля. Дополнительный прием до 29 августа включительно. Обновление вузами конкурсных списков до дня издания приказов о зачислении включительно. Наличие у поступающих знака ГТО должно подтверждаться одним из трех способов. На сайте Минспорта России, на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, либо копии приказа уполномоченного органа о награждении знаком ГТО. Новые правила вступают в силу с 1 марта следующего года и будут действовать до 1 сентября 2027 года. Пушкинка объявила набор в группы детей с нарушениями зрения 4, 6 и 7, 9 лет для библиотечных встреч. В основу работы включили совместные занятия с детьми и взрослыми. Это громкие и комментированные чтения специализированной литературы и развивающие творческие игры. Взрослые также получат информацию о детской литературе, подходящей для детей с нарушениями зрения. Подробности по телефону 91734. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжение следует... По оценке объема мусора при помощи сравнительного анализа данных. Это позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов и оплата станет справедливой, считают инициаторы. Погиб сыровчанин Владислав Кузнецов, участник специальной военной операции, сообщал глава города Алексей Сафонов в соцсетях. Владислав проходил службу в вооруженных силах после учебы, затем продолжил по контрактной основе. Владислав посмертно представлен государственной награде «Орден мужества». Прощание состоится 6 октября в клубе «Прогресс» на проспекте Музруково-2 с 11.30 до 13.00. Поисково-спасательная группа «Рысь Саров» отметила свой второй день рождения. Сейчас в саровской команде «Рысь» более 50 человек. Координаторы, поисковики, операторы, инфорги. Об итогах года и своих успехах группа «Рысь» рассказала нашей съемочной группе. Сначала саровские поисковики были присоединены к поисково-спасательной группе «Рысь» города Арзамаса. Днем рождения филиала «Рыся» в Сарове добровольцы считают первые поиски пропавшей девочки Зариной Авгоновой в Вознесенском районе в августе 2019 года. Хотя официальное открытие филиала состоялось годом позже. Постепенно к команде неравнодушных людей присоединялись новые волонтеры. Сейчас в отряде состоит 55 человек. Людей всегда не хватает, потому что у людей есть своя какая-то жизнь, есть работа, есть свои какие-то дела, которые тоже нужно делать. Поисковиков всегда не хватает, потому что некоторые поиски затягиваются на несколько суток, и люди устают. Их надо менять. Поэтому хотелось бы больше, но пока рады тем, что есть. Команда «Рыси» – это добровольцы-поисковики, координаторы, картографы, инфорги, а также спикеры школы детской безопасности, которую организовали участники отряда полтора года назад. Волонтеры проводят беседы с детьми в школах и детских садах о правильном поведении при чрезвычайных и стрессовых ситуациях. Короткий курс о том, как себя вести, если ты, условно, потерялся в лесу, если ты потерялся в торговом центре, если ты оказался там, где возник пожар. Сейчас у нас еще есть один проект – это «Разорной рысенок». Ну, это что-то наподобие веселых стартов, то есть в игровой форме. Дети погружаются в атмосферу того, как все проходит на реальном поиске. Самые главные и ценные люди в поисково-спасательной группе «Рысь» – это, конечно, добровольцы, которые на безвозмездной основе отправляются на поиски пропавших людей и днем, и ночью. Волонтером-поисковиком может стать любой желающий саровчанин, не имеющий судимости и хронических заболеваний, а также готовый пройти специальный курс обучения. Самая важная цель «Рыси» – совершенствовать поисковую деятельность, чтобы по итогу как можно чаще звучали слова «найден жив». «В этом году у нас более, так сказать, успешный год в плане находок людей, нахождения именно живыми. То есть в прошлом году эта статистика была более печальной. К сожалению, на данный момент на территории города Саров три человека до сих пор остаются не найдены». Сейчас, в осеннее время, часто теряются гребники. Если вы идете в лес, одевайтесь теплее, берите с собой с запасом еду и воду, полностью зарядите телефон. Поисково-спасательная группа «Рысь» особо обращает внимание родственников пропавших. Не выжидайте, если человек не пришел домой вовремя. Сразу же обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112. В Нижнем Новгороде прошел экстремальный забег «Стальной характер». Для участников подготовили пять трасс протяженностью 3, 5, 7, 9 и 11 километров. Во время забега предстояло проползти под колючей проволокой, подняться по вертикальной стене, преодолеть страх высоты. В мероприятии приняла участие и команда из Сарова. Грязевые ямы, трамплины, колючая проволока, высокие вертикальные стены, километры бездорожья. Участники спортивного фестиваля «Стальной характер» должны были преодолеть порядка 25 препятствий. Фестиваль ежегодно проходит в разных городах России. Объединяет любителей активного образа жизни и экстремальных ощущений. Главная цель участников – пройти всю трассу препятствий. Саровчанин Александр Черный в прошлом году участвовал в одиночном забеге. В этот раз он решил собрать полноценную команду. Тебе приходится лезть в ледяную воду, тебе приходится лезть в грязь, тебе приходится бежать, подниматься. То есть это на самом деле тяжело и в какой-то момент тебе охота сказать «не-не, мне не хочется, я не могу, надо себя пересилить». И за счет, наверное, того, что это все командно, некоторые люди, они, если бы, может быть, одни бежали бы, они, может быть, сошли бы с дистанции. Но вот именно вот этот командный дух, он не позволил им этого сделать, ну и я в том числе как организатор. Перед участием в фестивале друзья активно бегали кроссы и готовились к трассе на 7 километров. Но обстоятельства сложились так, что команда Саров-ЗОЖ опоздала к своему старту, и участникам пришлось бежать 9 километров. Хотя никто к такому повороту не был готов, но вся команда справилась с вызовом на отлично. Дистанция достаточно большая, ну и сложное. Море препятствий было, которым проходили все ребята молодцы друг другу, помогали парням и девчонкам, где-то девчонки парням. То есть достаточно такая слаженная работа. То есть, ну, много узнаешь о своих соучастниках. Главная, наверное, наша цель была показать молодежи то, что можно проводить выходные без алкоголя, то есть в компании близких друзей, также занимаясь спортом. Примерно каждые 500 метров там хотелось что-то преодолевать. Каждый раз что-то новое, какие-то новые затраты сил. То есть, ну, во-первых, это дружно все было, все друг другу помогали. В фестивале свой стальной характер показали и девушки. В команде Саров-ЗОЖ они ни в чем не уступали ребятам, и наравне с ними проходили все экстремальные испытания. Мальчики сказали девушкам, которые проходят это испытание, нужно памятник поставить. Прямо здесь, прямо сейчас и прямо на этом месте. Запомнилось, там было четыре таких обвала, которые были полностью из глины и из грязи, и там была вода такая. То есть, можно было скатиться с горки и прямо в эту воду. А она полностью грязная. В какой-то момент я случайно ушла с головой, открыла глаза, а ничего не вижу. В командном зачете Саров-ЗОЖ пришла к финишу в пятерке лучших. Друзья планируют поехать на стальной характер в следующем году и преодолеть там самую длинную дистанцию – 11 километров. Мастер-класс по скандинавской ходьбе провели для горожан на лыжной базе в рамках Дня пожилого человека. На оздоровительные прогулки на свежем воздухе побывала и наша съемочная группа. Чем шире шаг, тем шире у нас амплитуда движения. Инструктаж – первый этап мастер-класса по скандинавской ходьбе, который прошел на лыжной базе в рамках Дня пожилого человека. Его провела инструктор-методист с шор-атом Светлана Кузьменко, чемпион Нижегородской области, бронзовый призер первого чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба среди женщин». Она рассказала собравшимся о технике скандинавской ходьбы, объяснила, как правильно выбирать инвентарь, чтобы занятия на свежем воздухе приносили максимальную пользу. У пожилых людей не так широк спектр выбора видов спорта. Бегать им уже тяжело, плавать тоже не каждый в бассейн пойдет. А здесь очень замечательно. Все проходит на природе, в приятной обстановке, в компании единомышленников. Как говорится, дорогой инвентарь не нужен. Взял палки и пошел наслаждаться природой, получать заряд бодрости, энергии и позитива. Занятия провели на улице, начали с разминки, сделали подводящие упражнения, затем приступили к скандинавской ходьбе. За техникой исполнения упражнений следила Светлана, давала советы, как улучшить навык и как правильно увеличивать нагрузку. Мы вышли на пенсию и стали более активно заниматься. Катаемся на выживках, зимой велосипеды. Когда приглашают на скандинавскую ходьбу, я сначала думала, что это сложновато, а потом поняла, что это практически те же самые лыжи. Двигаешься, палочки как-то идут в такт, и все получается. В конце занятия участники смогли пообщаться со Светланой Кузьменко и лично расспросить ее обо всех особенностях скандинавской ходьбы. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.